А Николай Николаевич тем временем разрезал мясо из зюбра на куски. Несколько кусков отдал Артемычу на приманку для соболя, Буде. Артемыч измельчил их на тонкие полоски, завернул в целлофановые пакеты и повесил в теплом углу, чтобы приманка дозревала. «Холод выстужает все запахи. Надо, чтобы мясо потухло», — объяснил он Димке. «Чем сильнее запах, тем лучше». «Ага». «А как понять, что приманка готова?» «А вот так и понять», — рассмеялся охотник, расчесывая шрам на голове. «Как вот это завоняет ухлятиной. Все, считай, дозрело все. Воняет. Потом его посолить и с потрохами в бидоны напихать. Проквасится там, его будет. Лучше привада не найти». «Это те не орехи с ягодой ловить. Это те не орехи». Подумав, Артемыч опять рассмеялся. Сквозь смех давясь сказал Диме, что некоторые охотники используют саболины и кал даже, и мочу, да, экскременты. Такие эксперименты. Запах у них сильный и всегда привлекает зверьков. За километры. Вот так и ходят по лесу. Значит, говнецо мороженое собирают. Потом от это оттаивают его у печечки. И лепят куличики. Все, батоны. Веселуха. Чего тут? Лепехи. «Ну а что?» Отозвался Витя. «Но мочу не только соболи ловят. Вот олени зимой на все соленое тянет, так они и на мочу за сотни метров идут. Крепко очень чуют. А волки только этими пользуются. Помочился на снег, а сам спрятался поблизости и караулит». «Хм, ну да. Таки да, ну да, да. Ну?» Хохотнул Артемыч. Подмигнув Димке, заговорщицкий прошептал. «Мочевая засада. Ага. На мочу. Надо вот это попробовать. Шо-то такое. Хе-хе-хе. Ну?» Остальное мясо и зюбра охотники решили увезти домой и подготовили для обыгания. Его нужно было высушить на солнце и подморозить. Обыгать, значит. Для этого протянули веревку от лиственницы, той самой, где сидел ворон. К зимовью протянули. Привязали к ней куски мяса. Все. Высять. Других забот оно не требовало. Все. Само сготовиться. Даже дмухать не надо. Пускай висит себе. Никто его не тронет, махнул рукой Николай Николаевич. Собирайся. Пойдем за дровами. Охотники рассчитывали еще днем привезти на санках пару хороших чурок, но их место тогда занял и зюбр. И Витя остался в зимовье покрывать капканы парафиновой пленкой, чтобы они не индивели на холоде. А все остальные ушли в лес. Дым из трубы изгибался коромыслом. Ну, точно. Как хвостик у собаки, да? Кольцом заходит. Тай-дай вы. Николай Николаевич, глядя на него, сказал, что завтра будет тепло. О, бачишь? Удачное время для охоты на соболя. Вот то. Димка обрадовался этому и, уходя к опушке, еще несколько раз оборачивался посмотреть на печной дым, словно хотел отблагодарить его за хорошую примету. И, обернувшись в последний раз, увидел кружившего над домом ворона. Неужели тот самый? Юноша удивился его настойчивости. Да играется ведь. Пристрелим. Чего он тут потерял? А ворон кружил плавно, беззвучно, и о своих планах Димке рассказывать явно ничего не собирался. Ну и пусть. В тайге дядя с Артемычем подыскивали сухостой, полыняки, а Дима с интересом высматривал живность. Ее здесь было не так уж много. Должно быть, всех распугала задорная тамга, пробегавшая от охотника к охотнику, лаявшая на любое движение в ветвях. Вскоре юноша увидел на еле настоящего колеста. Тот беспокойно озирался, приподнимал скрещенный на концах клюв, цеплялся им за веточки, подтягивался, словно попугай, помогал себе лапками. Искал шишки, клесты. Чуть больше воробья, клест был незаметен в пышной хвое, если бы не его оранжевое оперение, светлое на брюшке и чуть более темное на голове. Далеко видно. Приметив людей, он разразился недовольным. Три-три-чи-чи-чи-чи-чи, кирпичи, значит. И юркнул на соседнюю ель, а затем еще дальше, пока совсем не пропал из виду. Вот так. Клесты. Познакомились. Пташка. Заметил Дима и белку-летягу. Размером меньше простой белки, пушистая, подвижная, она прыгала с дерева на дерево, вытягивала лапки, расправляла меховую складку и планировала, как самолет ата, на несколько мгновений превращаясь в настоящую птицу. Тоже пташечка. Будем знакомы. Дышалась так легко и просторно. Жизнь казалась ясной и понятной. Все ее противоречия и недомолвки остались где-то там, в городе, среди людей, не знающие таежной вольности, незнакомых с тяжестью ружья на плече. А здесь вот оно. Все на ладони. Снег в лесу был разным. Порой ложился гладкой поляной, на которой тысячи бабочек выставили вверх свои хрустальные крылья. Иногда расходился белоснежным лабиринтом крохотных каналов. На прогалинах, под солнцем, он сжимался тоненькими поднятыми наискось пиками, но чаще собирался мятыми сугробами, на которых диковинным плетением угадывались звериные следы. За скрипом снега не было слышно прочих звуков, только лишь изредка ищащий доносился треск сломленной ветки. За дровами пришлось делать несколько ходок. Вот такие дрова. И Дима порядком устал, хоть и к пиле его даже не допускали. Дядя и Артемыч сами валили деревья, а Димке доверяли обрубать с них ветки. Скрыжевай. И это было не так сложно, действительно. Но руки без привычки к подобному труду они быстро уставали. Ничего, ничего. Научися. Ну что? Как тебе такая физкультура? Ну? Физичное выхование? Это тебе не по залу бегать, ага. Шкутыляпками мотать, да? Наматывать. И Артемыч отер салбай спарину. Не через козлоу прыгать, да? Тут посложнее трошки. Да уж, запыхавшись, вздохнул юноша. Он и не думал, что на холоде можно вот так вот доспотеть. О, передохнем. Вечером Николай Николаевич, сидя на низеньком табурете, взвешивал закипающий борщ. Взмешивал. Вдыхал его сытные пары. А кинаистыся можно. О-о-о. Пробовал картошку, швыклу, бурячочек и отзывался на вопросы племянника и поглаживал ладонью щеки. Артемыч отбирал рыбную приманку на завтрашний день. Витя лежал на койке. Все, да горы дрыгом. Никто не поможет. Дед сам идет. Опасаясь, что его пристыдят за безделье, без надобности он проверял ружье. О-о-о-о-о. О-о-о ты таки можешь. Забывался в мягкой полудреме, и тогда его руки слабели, ружье свешивалось дулом вниз, а глаза сами собой закрывались. Хочешь спички втыкай. Любой, даже самый тихий звук, вызволял Витю из сонливости, и он вновь принимался озадаченно разглядывать свое ружье. То цевье, то наприклад, побачить. Тамга лежала на пороге. Тоже дрыхунья, да? Еще та. Что, Димашу на то цевье смотреть свое? Нету ружья, да? А-а-а. Принюхивалась к зреющему ужину, ждала, что ее угостят супом. Вот так. За окном во мраке бесновался ветер, разносил снег, ударялся в затворенные ставни, ломал с деревьев ветки. Тем приятнее было отдыхать в доме, в теплом, защищенном от ненасти. Зимовье казалось невообразимо маленьким. Светлая точка, затерянная в дебрях сумрачной тайги. И чем сильнее завывало вьюга, тем уютнее было здесь, в теплых стенах, напитанных запахом еловой настойки, борща дедова и раскаленной печечки. Ложися. И не было тебе тут ни компьютера, ни телефона, ни школьных друзей. Но Димка не знал скуки. Действительно. Ты да я, да мы с тобой. Шо нам еще нужно тут? А бы тепленько было. Тепло. Сейчас все было исчерпывающе просто. И сама жизнь, и приютившая ее природа, все. Вот она. Тишина и спокойствие. Найшлося. И юноша подумал, что прелесть охоты именно в таких минутах, когда труд окончен и теперь дозволено расслабиться, поесть, а затем лечь на раскладушечку. В ногах сожмется вся боль, скрутится, а перед закрытыми глазами пробежит серая чаща. Рядом в печке запыхтят поленца, те самые дрова, и не будет нужды торопиться куда-то или о чем-то вообще говорить. Лежи. Не дрыгайся. Нежицы бы так долгие часы, но сон, будто из вредности, приходил быстро, незаметно. И уже и вставать пора. Это каждый божий день, однако. Витя после двух тарелок супа хотел выйти курить, но прилег, чтобы все улежалось в желудке. Устаканилось. Вот так и уснул, не раздевшись, сдавив в пальцах незажженную сигаретку. И вскоре уже спал весь дом. Что? С полки-ноки. Только лишь там га чего-то ворочалась там возле печечки. Не найдет свое ружье. Лягай спать тоже. Не дрыгайся. Че? Не шуршукай там. И вот утром Николай Николаевич разогрел на печи оставшийся с вечера борщ. Дима ел через силу. Он был так взволнован предстоящей охотой, что совсем потерял аппетит. Даже сидя за столом, не опускал с колен ружье, словно боялся, что забудет его в зимовье. Оставь. Все равно стрелять пока не будешь, предупредил его дядя. Юноша не спорил. Но ружье держал все равно при себе. Глядя на это, Артемыч протянул. Шо, нашел себе невесту, да? Все. Нашел. Свадьба будет. Только смотри, вспыльчивая она у тебя. Не уживешься. Помолчав, хохотнул и добавил. И детишки от нее, те еще, со взрывным характером. Юноша вяло улыбнулся в ответ. Мял рукава, выступил по столешнице. Весь извелся в ожидании выхода. Ну, когда уже? И вот, наконец-то, вышли. Заложили дверь по лешкам. Николай Николаевич проверил обыгавшееся мясо. Оно висело на веревке, словно стиранное белье странных размеров и цвета. Обыгалось там уже? Или не обрыгалось еще, а? Понюхай. Готовится еще? Ну, нехай готовится. А мы пошли. Потрепал тамгу за холку и встал на проторенную вчера лыжню. Ну, на рельсы. До пушки дошли все вместе. А дальше разделились. Каждому охотнику предстояло вытропить собственный путик. В ближайшие дни охотиться на нем. Будем. Витя и Артемыч должны были в одиночестве расставлять капканы. А Николай Николаевич с тамгой выслеживать и отстреливать зверьков из ружья. Дима в этот день пошел с дядей. Перебираясь через Увалы, опасливо проходя буреломы, они одолели не меньше пяти километров, прежде чем оказались в малоснежной долине. Здесь для них и начался промысел. Николай Николаевич сказал, что этот год был неурожайным на рябину. А значит, соболи нужно искать в ягодниках и кедровнике. Тамга бежала возле охотников. Она ждала первой команды. Только лишь изредка срывалась в сторону. Но дядя тут же окрикивал ее назад, шутливо называя нетерпеливым. Дебил, дебилычем. Куда ты прешься, а? Под лыжами сухо поскрипывал снег. Дима впервые с благодарностью подумал о зимних уроках физкультуры. О, лыжня! Без них он бы сейчас далеко не ушел. С деревьев за охотники следили кедровки. Следили за охотниками. Небольшие птички с прямым, как шип, клювом. В коричневой шубке, усыпанной белыми перышками, словно обметенные снегом. Маскировочка. Угу. Чтоб не бачили. Они тянули свое резкое фряк-фряк-фря. Потом начинали тараторить простое та-та-та, та-та-та, как с автомат-та-та. Юноша с улыбкой прислушивался к их крикам. Дядя его радости не разделял. Сказал, что кедровки только мешают охоте. Клюют угодивший в капкан соболей. В капкан соболей. Да и все. И портят им шубки. Какой проксник. Обилие кедровок этой зимой означало, что Вите и Артемычу придется чаще проверять свои насторожки. Сторожи. Тамга теперь чаще отбегала в сторону, вслушивалась в тайгу. Не раздастся ли желанное урканье соболя. А медведя тут можно встретить? Спросил друг Дима. Можно. Только вот не советую. Представляю. Николай Николаевич заметил крупного, не меньше полтонны, лося. Однако палить в него не стал. Так как вдвоем с племянником они бы не смогли вынести из тесной чащи такую тушу. Не вынесли бы. Санки остались в зимовье. Да и мяса и зюбр охотникам было предостаточно. Зачем? Темным утром погода была холодной. Но к светлому утру пошел снег. Потеплело все. Когда дядя склонился к одному из кустов, Дима сразу же понял, что тот наконец отыскал соболиный след. И поторопился к нему. Хотел видеть и знать охоту всю целиком. От первоисточника. От первой приметы до последнего выстрела все. Читай, читай. Вычитывай. Учись. Осторожней. Не топчи. Одернул его Николай Николаевич. Видишь? Вижу. С восторгом ответил Дима, хотя все зрелище ограничивалось небольшими парными ямками в снегу. Парнокопытные. Смотри. И дядя подковырнул один из следов ножом. Тот сразу же рассыпался белоснежным песком. Понял? Да. С сомнением кивнул Димка. И чё ты понял, а? Усмехнулся дядя. Будешь так всё понимать, балбесами останешься. Если боишься быть дураком, непонятым, то ты никогда таки не поумнеешь. И юноша насупился после этого. Даже на холоде почувствовал, как покраснев, степлилось лицо. След рассыпался, видишь? А значит, свежий. Дошло до жирафа? Угу. Пояснил Николай Николаевич. Ему, считай, не больше часа. Если бы он комком вылез в такую погоду, значит, старый и бестолковый. А по-свежему? По-свежему можно и выследить. Угу. Тамга сразу же, без всякой команды, она поняла хозяина. Ммм, то не жирафа, не такая длинная шея, сразу же дай шло. Она соскучилась по охоте и, кажется, предвкушала её не меньше Димы. Обнюхав следы, побежала вперёд. Вела носом над снегом, стригла его, мордочки не поднимала. Всё, бежи, стряжи. И охотники заскользили за ней, не отрывая взгляда от её скрученного хвостика. Теперь уже не было ни времени, ни желания следить за тайгой, слушать крики кедровок или высматривать клеста. Всё, охота. Дима ждал первого соболя. Найпервейшего своего. И следов становилось всё больше и больше. Места пошли пушные. Тамга изредка останавливалась, смущенная набродами разных зверьков. — Выстрижешь. Хорошенько обнюхав многоследицу, разобравшись в ней, продолжала тропить выбранного хозяином соболя. — Самец. Взрослый самец. И дядя остановился. — Хороший. Приблизившись, Димка увидел на снегу новые следы. Тут зверёк ходил в туалет. — А почему, самец, видишь говёшки? И Димка невольно хохотнул, услышав от дяди такое-то слово. — Кекешки, видишь? Вот они. Говнёшки. Чё ржёшь? Точно, шо балбес, да? Тук-тук, войдите. В следующий раз с Артёмовичем пойдёшь. С ним будешь над говном ухохатываться. Понял? — Прости. И Димка склонил голову, чтобы скрыть улыбку. — Говнёшки и моча чуть раздвинуты. Вот. Видишь? А между ними зазор. Вот. Значит, самец. У самочек они в одно место идут. Вот так вот. И лапы у него круглые. А след глубокий. Значит, взрослый самец. Нам как раз такой нужен. Понял? — Да. И весёлость сразу же улетучилась, как те говнёшки. Дима жадно слушал дядю. Чтение звериных следов казалось ему чуть ли не магической способностью. — Ничего, пару лет походишь, настропалишься. Тут и без собаки можно, если умеешь по следу запомнить и поступ, и манеру ходьбы, и другие особенности зверька. — Так среди всех набродов распознаешь именно его следы. А значит, проследишь до самого гнезда. Не потеряешь. И вот, когда лайка рванула вперёд, Дима от неожиданности замер. Потом, словно в забвении, помчался за ней, как собачка. Зацепился лыжами за ветку и повалился в снег. — Куда тебя, а? Ну не беги ты так. — Ты что, собака, что ли? Грубо, но с улыбкой сказал дядя. Тамга учуяла добычу. Её лай раздался где-то впереди, потом сбоку, потом сзади. Николай Николаевич ждал. — Гонит, — объяснил он племяннику. — Надо, чтобы на дерево загнало. А там он уже наш. — А хуже, если в камни или бурелом загонит. И хуже, если вообще под корни. — Тогда, да, долго возиться будем. — А не упустит? — затаённо спросил Дима. — Но дядя так ничего и не ответил. Когда лай зачастился, стал перемежаться громким поскуливанием и сосредоточился в одном месте, где-то справа, Николай Николаевич всё так же, без слов, заскользил именно в этом направлении. Димка с силой отталкивался лыжными палками. Его грудь онемела от тяжёлого сердцебиения. Только бы не ошибиться, не подвести дядю. Юноша готовился исполнить его поручение. Весь напрягся до гула в ушах. Старался ничего не упустить. Не сглупить. Ни на секундочку. Боялся, что по его вине уйдёт Соболь. Тогда дядя назовёт его беспробудным дураком. Откажется брать вообще на охоту. И до конца промысла продержит зимовье. На хозяйстве там. Убирай ту пылюку. Николай Николаевич правильно сделал, что не допустил его до стрельбы в первый день. Действительно. Димка бы точно растерялся. Тут было не до ружья. Эх, надо было на кошках тренироваться. Охотники подбежали к лиственнице, на которую лаяла тамга. Зверька в кроне не было видно. Он затаился. Но прежде чем его искать, дядя обошёл ствол в нескольких метрах. Высматривал отходные следы. Соболь мог одурачить лайку и соскользнуть с веток вниз. Убежать. Отходных следов не было. Значит, он на дереве там. На своей колокольне. Дядя поднял ружьё. Отщёлкнул крышечки прицела. Но ничего не увидел. Отправил Димку к дереву. Нужно было стронуть Соболя. Юноша, чувствуя, как от волнения дрожат у него руки, выхватил топор. Ободрал кору и начал обухом бить по древесине. Простучал ствол и замер. Простучал ещё раз. И тут тамга вдруг оживилась. Закрутилась на месте. Залилась визгливым лаем. Соболь стронулся. Но дядя не торопился стрелять. Ждал, пока тот успокоится на видном месте. В суете можно было повредить шкурку или вовсе промазать. И тогда вообще всё. Что там? Прошептал Димка. Из-под ствола он не увидел, что происходит в кроне. Молчи, бросил мы дядя. Соболь не успокоился. Пошёл верхом, перепрыгнул на соседнее дерево. Тамга, не опуская головы, дёрнулась за ним сразу же. И началось открытое преследование. О следах на снегу можно было забыть. Главное, не упустить соболя из виду. Теперь и Димка разглядел в ветвях тёмненького подвижного зверька. Теперь видно. Он бежал прочь от собачьего лая. Взвивался по стволу, торопился по веткам, прыгал на другую ель. Отряхивал с её лап снежную пылюку. Замирал, потом вновь бежал. Охотники и лайка тоже не отставали. По следу идём. Дима даже не смотрел, в какую сторону они идут. Какие места проходят. Так и шёл, задрав голову. О, жирафа! Оступался, ударялся о ветки, всё. Для него, как и для Тамги, сейчас не существовало ничего на этом белом свете. Кроме там, вверх, верхушки деревьев, всё. Зверек, он подолгу готовился к дальним прыжкам. Знал, что упав, он сразу же попадёт в зубы к лайке. Димка напряжённо следил за его движениями. Переживал, потеряв Соболя из виду. Николай Николаевич был спокоен. Он знал, что не упустит добычу. Соболь перескочил на сухостой и полностью открылся. Вот оно. Тут хвоя не могла его укутать. Дима увидел, что он чем-то похож на кошку. Действительно. Пушистый. Красивый. Чуть наклонил голову. Он рассматривал своих преследователей. Изучал их. Его круглые мягкие ушки хорошо выделялись на фоне посеребряного неба. И грохнул выстрел. Словно вздёрнулся лист жести. Бабах! И Димка весь вздрогнул от неожиданности, как будто в него стреляли. Звонкое, сухое эхо выстрела. Зверёк тряпичным комом полетел вниз. Ударился о голые ветки, штрек-пык, перевернулся и юркнул в снег. «Хэт-шот!» — неуверенно прошептал юноша. «Фу!» — закричал Николай Николаевич. «Фу!» И Тамга подскочила к Соболе и хотела прихватить его зубами. «Фу! Слышишь?» Дядя подбежал и оттолкнул собаку. Прям в морду её. И достал обмякшего зверька. Осмотрел его. И довольный выстрелом привязал снаружи к рюкзаку. «Всё?» «Трофеи!» «Ха!» «Ну, считай промысел открытым!» Бросил он племяннику. А Димка как стоял на месте, так и не шевелился. Памятник. Он удивлялся, что совсем не чувствует радости. Как так это? Ведь ожидал. Ожидание. И реальность. Вот, наконец-то он увидел охоту от первого следа до последнего выстрела. Но восторг от чего-то не пришёл. Не было прихода. И азарт притупился. Казалось, что его обманули. Как так это? Будто должно было произойти что-то ещё, как переступили пороги. А всё ограничилось сухой последовательностью. Выстрелил, штрек-пык, подобрал, приторочил и пошёл себе дальше. И немного поразмыслив, он всё-таки решил, что всё случилось чересчур стремительно. Может, потому так. Он просто не успел прочувствовать этот момент. Ощущения явно будут другими, когда он сам добудет зверька. Самолично. К тому же он отчётливо понял, что ему предстоит многому научиться у дяди. Должно быть, всё это вместе огорошило Диму. Размыслив так, он ободрился и пошёл вслед за удалявшимся дядей. Но повторились поиски следов. Юноша неотрывно смотрел на тушку подстрельного соболя. Она болталась на рюкзаке Николая Николаевича, как та куколка, словно уже превратившись в меховой хвостик на соболиной шапке. Оскальная мордочка, игрушечные глазки, игрушечный нос. Даже не верится, что этот зверёк был живым когда-то. И сделали небольшой привал. Сложили костёр, подкинули к нему две замёрзшие банки тушёнки. Хай стыгны там. Димка коптил на огне кусок хлеба и слушал дядю. «Если стреляешь дробью, стреляй аккуратно. Можешь весь мех продырявить. И лучше встать так, чтобы ветка или ствол прикрыли тушку. Понимаешь?» Димка кивнул. «Встань так, чтобы видеть только одну голову. Понял? Чтоб в случае чего именно по ней бах-бах. Вот только тогда и стреляй. Голову пробьёшь, а мех не тронешь. Остальная дробь угодит в дерево вся. И не торопись, самое главное. Смотри, чтобы он там на ветках не застрял. Потому что потом вообще не доберёшься». «А когда ты убил своего первого соболя?» «Вот так вот не в попад?» Спросил Димка. «Не убил, а добыл. Учись». Только и ответил Николай Николаевич. «Мы добытчики. Засеки себе на лобби. Понял?» До вечера тамга ещё несколько раз брала след. Даже облавила лиственницу. Но соболь охотникам больше не попадался. Всё. К зимовью возвращались молча. Дима шёл понуро. Своё настроение объяснил себе усталостью от долгих переходов и тем, что сегодняшняя охота принесла им только лишь одного зверька. Всего-то. Правда, дядя сказал, что случаются и вовсе пустые походы, выходы. А больше трёх-четырёх соболей никто не отстреливает. Даже в самые удачные дни. Насочинял себе тута. «И один хорошо. Чё у нас повесил?» «Ох, а мясо-то поклювали, а?» Вечером Артёмыч встретил их на пороге дома. «Ага». Они с Витей вернулись чуть раньше. «Кто?» Удивился Николай Николаевич. «Ясно, кто. Ворон ваший. Ну, говорил же, говорил». «Да, может, и не тот ворон?» В дверях появился Витя. «Хо-хо. Тот-тот. Какая разница, тот или не тот? Ну, какая? А вот такая разница, что надо было его сразу стрелять. А? На мошке сидел сразу же. Чё думал? Чих-пых и в дамках. А не всё вот это всё. Разгребаем вот эти последствия». Настаивал Артёмыч. «А теперь пойди и думай. Поймай его». «Он знает, когда приходить. Ой, знает. Вечером не сунется, не?» «Ладно. Чё встали?» Отмахнулся Николай Николаевич. «Дайте пройти». Зайдя в дом, Дима сбросил рюкзак и сразу повалился на раскладушку. Больтых и в люле. Он уже давно так не уставал. Но долго полежать ему не дали. Нужно было хозяйничать по дому. Юношу опять послали за чистым снегом. Но он не противился. Это было лучше всё равно, чем колоть дрова. Вот так вот. Пока Артёмыч готовил ужин, Николай Николаевич успел стянуть соболя шкурку. Всё успел. И показал её племянничку. Дима, оправившийся от недавней хандры, с улыбкой погладил этот мех. Дядя назвал его добротным, выходным, то есть с густой и тёмной шёрсткой. Чуешь? Такие ценятся больше всего. И Дима приложил его к щеке и, наслаждаясь, понюхал. Это мягкое-мягкое тепло. Вот оно. Да ладно тебе, рассмеялся Николай Николаевич. Ещё глядишь и нацепишь вместо шапки, да? Ты ещё на зуб возьми. Его смеху вторили Артёмыч и Витя. У них добычи пока что не было, но капканов они поставили много и надеялись, что те вскоре заговорят тихим клацаньем. Заговорят. В ближайшие дни нужно было поставить ещё не меньше пятидесяти. Чем больше, тем краще. Больше вероятность поймать. Добыть. Забрав у Димы шкурку, Николай Николаевич вывернул её мездрой. Мездрой наружу. Натянул на деревянную распорку и вывесил сушица на верёвке в углу. Немного энциклопедии. Мездра, кто не знал. Это слой подкожной клетчатки на невыделанной шкуре. Мездра. Там же висела бледная тушка соболя, её наметили на приманку. Сейчас зверёк раздетый от меха, он был худым, невзрачным, чем-то похожим на кошку-сфинкса. Даже и не скажешь, что соболь. Расплющило, как его. Растопленная печь согрела дом. О, дух поишёл. Вэйшав. Снаружи изредка высвистывал ветер, но больше томилась тишина. Зима сковала жизнь. Город вспоминался далёким и ненастоящим. Но мой отец ловил соболя с лобцом, рассказывал после ужина Николай Николаевич. Чем? Переспросил Димка. Он лежал на раскладушке и наслаждался тем, что может вытянуть и расслабить гудевшие от усталости ноги. Неужели придётся так каждый день бегать? Ради единственной-то шкурки, а? Думал Димка. А тот ответил. С лобцом. А что это? Ты слухай, слухай. Дело тут такое. Соболь всегда идёт по колоде, то есть по повальному дереву. Ему так удобнее. И Николай Николаевич обтёр ладонью масляные губы, стал тереть маслянистость между пальцев, скатывая её в грязные котышки. Значит, если на его пути лежит колода, то по земле он не пойдёт. Вот, не, только и только по колоде, как по мостку. Этим раньше пользовались. Никакой привады не надо. А там Галя лежала у порога и слухала это всё. Восемнадцать, ого, значит. Хошь не хошь, а ауди-книга буде в нашей избушечке. Ото, заваривай чаёк. Хм, и Витя достал из тумбочки старую книгу без корешка и переплёта, теперь лениво перелистывал её из желтевшей странички. Пожоворю, восемнадцать, ого, ради его. Артёмыч, швыркая, допивал чай. По стенам суетились от светы зажжённого светильника. Отец выискивал ту колоду, по которой Соболь бегает чаще, продолжил Николай Николаевич. Но Димка его уже почти не слушал. На сегодня охотничьих премудрости и без того было предостаточно. Хватит. В глазах собирался жар, приходилось щуриться, чтобы они не закрывались. Услышав, как хихихают охотники, отвлёкся к их разговору. Сквозь дядины слова пытался разобрать, о чём они там говорят. — Ну да, ну да, — шептал Артёмыч. — А у тебя что, по-другому? — отчего-то весело спросил Витя. — Натягивал на неё слапец, — продолжал дядя. — Да всё тоже, ну, — продолжал Артёмыч. — Особенно где-нибудь в общем месте, в автобусе. — Ха, или в магазине. — Ну да. Хочешь расслабиться, пустить мягкого шептуна, а в итоге грохочешь зарядом, как из двустволки аж стены дрожат. Ну, ха-ха, нашепчешь, пухнешь. И Артёмыч зашёлся лающим прерывистым смехом, как пухнул, напоминающим голос песца. Димка, догадавшись, о чём он говорит, вяло-беззвучно хмыкнул. — Артёмыч, все шутки были только об одном, об одном. Ну, заходите в гости. Соболь, значит, бежал по колоде, задевал привод. Николай Николаевич не замечал общей весёлости, он рассказывал свою стихию. И на него с размаху падала брёвнышко. Продолжал. Охотник хлопнул ладонью по столу и... Блямц! Всё, закрылось. Димка жустрогнул и понял, что дальше, дальше уже с открытыми глазами он не сможет задремать. А вот тебе и слопец. Слопнул соболька. И всё тут. Слопнул. Раздавил, а мех не попортил. Вот так. Ай, ты б лучше рассказал, как того ворона поймать. Ту пташку. Отозвался Артёмыч. Расскажу. Тут же ответил Николай Николаевич, словно только и ждал этой просьбы. Хоть завтра поставлю тебе силок. И всё. И не будет того ворона. А чё тебе тут ворон сдался, а? Зевнул Витя. Ну? Ну, действительно. А то, что он не отстанет, понимаешь? Будет тебе каждый день мясо клевать. Потом своей жене повезёшь его об глотке. Да ну! Вот тебе и да ну! Птица ушлая. Знаем мы таких. От кедровок проблем будет, а тут ещё и ворон нарисовался. Ну что? И Артёмыч посмотрел на Николая Николаевича. Шо? Поставишь петлю? Ну, сказал же ж, поставлю. Завтра из своего ворона сделаешь закваску для соболя. Отто! Ха-ха-ха! Отто и договорились! Рассмеялся Артёмыч. Отто! Дима этот разговор уже не слышал. Всё! На седьмом небе дремай. Усталость окончательно сморила его. Он так и заснул. Поверх спальника, в одежде. Задрыхнул. Утром Николай Николаевич насторожил сразу аж три петли. На зацепках укрепил полежки по одному на каждую петлю. Они должны были намертво пригвоздить ворона к лиственнице, кандалами повиснуть на его лапке. Из такой ловушки не уйти даже лисице. Будет тут метаться на привязи. Потом окалеет. А может и нас дождётся, шептал дядя. Тамга с интересом поглядывала на него и что-то там понимала. Николай Николаевич ещё проверял зацепки, когда другие охотники отправились в лес. Сегодня Дима шёл с Артёмычем учиться капканной ловле. Тонкие, исчерчённые голубыми полосами облака стелились по высокому небу. С облачками идём. Белогрывые лошадки. Кровный лиственниц едва покачивались, осыпая вниз собранную на ветвях кухту. Кухта это косматый иней, снег, лежащий на ветвях деревьев. Кухта, будем знать, рыхлая, и пошёл снег крупными лохматыми снежинками. Голоса охотников в широкой тишине проходили далеко сквозь чащу, беспокоя и остерегая всякого зверька. Первый километр дался Диме с большим трудом. Огромным. Ноги ныли и пульсировали все. После вчерашнего выхода хотелось отлежаться ещё хоть несколько деньков. Они дали. удручало то, что пожаловаться было некому вообще. Ну уж точно не Артёмычу. А ты куды проехал? Отдыхать тут что ли, а? Работать надо. Работать. Димка давно придумал, какими словами расскажет Кристине о трудностях охоты здесь, но не ожидал, что его слова будут настолько правдивыми. «Ничего, ради такой истории можно потерпеть». Сам себя он подбадривал, и вскоре боль в ногах действительно немного подутихла. Их сковало тяжёлые, но приятные они менее. Взбодрившись, Дима почувствовал, что сегодня готов пройти не меньше, чем вчера, значит. «Вот что мысля окопная делает, ага». И опять взял с собой ружьё. Николай Николаевич предупредил его, что стрелять не придётся, но Дима настоял. «Собой значит собой значит». Сказал, что хочет привыкнуть к его тяжести на плече, а на деле мечтал самостоятельно подстрелить Соболя, удивить и обрадовать дядю. Но он, конечно, не похвалит, даже слова не скажет. Но зато относиться после этого будет по-другому. Охотник начинается с первой добычи. Вот и почнём. Дима опасался, что ходить с Артёмовичем будет не так интересно. Но как же он ошибался? А? Вместе пойдём. Капканная охота оказалась настоящим приключением со множеством загадок и уловок. А то и вскоре он так увлёкся, что совсем забыл об усталости. Всё? Попало в капкана. А? Ха-ха-ха. Ну, идём далее. Одолев заснеженный холм, спустившись в заледеневшее русло реки и перебравшись через мёрзлую гарь, они нашли первую сбежку. Соболиную тропку, в которую со всей округи стекались разрозненные следы зверьков. Она вела к жировочным залежам, но сейчас это было не так важно. Сбежка сама по себе замечательное место для ловушек. А так Артёмыч учил Диму разбирать следы, выслеживать, выискивать из них наиболее глубокий и уединённый след. В этом месте Соболь делал большой прыжок, а значит, а значит, падал на снег всем весом тут, а то прям тут начать. Бачишь? Если поставить тут капкан, шансов больше будет. Чем крепче он наступит, о то тем лучше. Если дробит мелким шажком перебежками, то можешь и проскочить. А тут хрэсь и на матрас тебе всё. Хрэсь и добро пожаловать к нам на шубу в избушечку. хрэсь и Димка улыбнулся такому-то сравнению. А то для них, считай, это что? Артём там будешь. Принести свою пользу на дубно. А то всю жизнь только жрут да и гадят. Ну, ну, что-то за жизнь такая. Будто и не жил на вовсе. А так красота ляжет на плечи какой-нибудь фифи и все любуются. Видят. Но только ты после того мёртвый всё. Ничего не видишь. Но зато тобой любуются. Всё. Принеслась польза. Так что будь у Соболя побольше мозгов, он бы сам в капканы лез. Вот так. Вот так нужно. И чтобы в очередь выстраивались. Да я тебе кажу. Они бы, знаешь, нам вступительные экзамены сдавали бы тут. Да? Вот точно. Мы председатели экзаменационной комиссии. Ты да я. Да мы с тобой. Да? Мы всех пропустим. Правильно? У кого мяг густой, всё. Проходи в капкан. Заходите, гости дорогие. Добрый день. Да? Да. А у кого плешивый, всё, иди гуляй, недостойный, ненужный. Недостойный ты радовать человеческий глаз человека. Ну, он бы спился с горя, да? А там глядишь и вообще повесился бы. Димка с улыбкой представил, как вальяжный охотник принимает докучающих зверьков. Придирчиво осматривает их бога, трогает хвост, и если его всё устраивает, то соглашается убить. Принять число тех, кто избран доставлять человеку удовольствие. Ну, пожалуйста, пожалуйста, скулит соболёк с куцей, облезлой шубкой. Возьмите меня. Иди давай, не мешай, ворчит охотник и брызливо отмахивается от докучливого посетителя. Не поступайте так со мной. Все мои братья пошли на шапки и воротники. А что же я значит? Иди давай. Так в уговорах прошло несколько минут. И охотник наконец сжалобился. Разрешил соболю умереть. Пообещал пустить на сумку или оборку для сувениров. Будешь. Хорошо. Пойдешь. Зверюк в слезах благодарит щедрого человека и подставляет голову под выстрел. Все. Хэтшот. Бабахнул. И занавес падает. Ха-ха-ха. Ну ты загнул, ну. И Артем и сомнением посмотрел на Димку, когда тот пересказал ему придуманную сценку. Ну ты загнул. А только так оно что-то скучно. Да и глупо то все. Азар что-то Артемыч наклонился. Шо-то-то. Сбоку выкопал под выбранным следом небольшую ямочку. Выбрал. В нее аккуратно заложил капкан. Оставив снаружи поводок, закрыл ямку снежком и прутиками. Свободный конец поводка привязал к сухой веточке. Веточку воткнул неподалеку. И получилось соболье канавязь. Угодивший в капкан зверек окажется на привязи. Будет бросаться по сторонам дрыгаться, извиваться. Но отбежит только лишь на длину поводка. А так, не дали. Свои следы Артемыч замел метелочкой, припорошил снегом и присыпал хвоей. Ловушка была готовая. Дима, таившийся за деревом, с восхищением примечал все охотничьи детали. Он чувствовался партизанам, готовившим диверсию на вражеской тропе. Заполни. Прошли вперед по сбежке еще метров сто. И заложили новый капкан. Наст в этом месте был тонким, подкопаться под него было невозможно. Артемыч бережно разгреб выбранный след, насторожил в нем капкан, засыпал его, выровнял с общим уровнем тропы, после чего палочкой нарисовал новый след. Димка попробовал сделать то же самое, но у него ничего не получилось. Нарисованный им отпечаток явно выделялся в общей веренице. И Артемыч посмеившись сказал. Ничего, ничего. Годик-другой побачишь. Будешь рисовать следы не хуже твоего Шишкина. Это тебе не Академия художеств. Тут все по-настоящему. Да уж. И Димка вновь убедился, что охота — дело трудное, кропотливое. Это тебе не трахты-барахты. По банкам и крысам стрелять проще было. Да? Сдавил кулаки и насупился. Твердил себе, что нельзя унывать. Что будет учиться, несмотря на все трудности. И только удивлялся, что твердит это без задора все. Где-то в самых уголках рта появился привкус вчерашнего разочарования. Ой, появился. Не было времени в нем разбираться, а нужно было идти дальше. Вперед. И вот так вот до обеденного привала поставили еще плюс шесть капканов. В нетропленных местах Артемыч разбрасывал накроху. Прикормленный соболь заинтересуется местностью, начнет ее обыскивать и наткнется на приманку в капкане. Накроха, можно и так догадаться, наверное, накроха, крошками покидал. Накроха — это мелкие кусочки от приманки, которую охотник заложил в капкан или другую ловушку. А также вообще любая съестная мелочь — крошки, которые могут привлечь зверька. Видите, как мы догадались. Накроха. Несколько раз пришлось сделать навес над ловушкой, чтобы ее не занесло снегом. На распутьях Артемыч из ветвей лапника ставил загородки. Они должны были направлять зверька в нужную сторону. Оттуды. Возводил прикормочные шалаши, чтобы привлечь соболя к своему путику. И то, как моему. На малой поляне устроил погром. Подкопал мох, разбросал ветки, взбугрил всю мерзлую землю. Посреди этого беспорядка поставил очередной капкан. — Ну, это тоже, считай, художество, а? Картина маслом. — Что это? — не понял Дима. — Пойма. Именно так выглядит место, на котором поймали соболя. Пойма. Поймали. Он же весь бесится. Он вырывается. Ну и носится тут на поводке. Туды-сюды бегает. Если хорошо такую пойму изобразить, то будет толк. Соболь он такой. Он дюже-дюже любопытный. Он увидит пойму. Ну и полезет нюхать. Обязательно. Нюхнуть. Это те, как газетку почитать нам, кроссворды. — ЧП в Таёжном районе. Шо тут сталося? — Ага. Ему ж тоже ж интересно. И Артёмыч усмехнувшись, поелозил шапкой по голове. — Ну? Будел тут-то-то повзять. Интересоватыся. Как тут кого поймали? На шо попался? — Ага. — Ну и сам загрымит. Ха-ха-ха. Вот такие вот дела. Того и делаем. А Димка уже не удивлялся этим уловкам. Он молча кивал на всё это. — Это ж сколько нужно наблюдать за тайгой, за Соболем, — думал он. — Это ж надо всё жить тут, всё прочувствовать. И всё, чтобы добывать мех, да и только. Ну, это и понятно. Человек тут хозяин. Это всё нам принадлежит. И Димка мотнул головой. Ему не нравились такие мысли. Они отвлекали от охоты. Думы твои. Повыскакивали. Надо было запоминать то, что делает Артёмыч. Ага. А не думать вот это всякую ерунду тута. — Ты чего? — удивился охотник, заметив растерянность юноши. — Ты чего? — Да вот не знаю, научусь ли я так же. — А чё тут? Научися. Дело не хитрое. Ты научайся и свого не цурайся. А то запоминай, да не разбазаривайся по мелочам. Запоминай ты. Это точно, — улыбнулся Димка. К счастью, в этот день напрасные мысли уже не тревожили его. Сбодрил Артёмыч. Юноша, как и хотел, весь собрался под охоту. О, наш пацан! Субтитры создавал DimaTorzok В 18-го выходит у нас новая серия «Каждый божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале, снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. «Каждый божий день в 18-го! Не пропустите! А на сегодня шо? А на сегодня все! Покедова! Споки-ноки! Чпоки! Ага!»